Американские ученые признали чай с молоком вредным для здоровья. Такая информация появилась на днях в средствах массовой информации. А что по этому поводу думают отечественные специалисты? Действительно ли популярный в Казахстане напиток представляет угрозу? Выяснит это удалось нашим корреспондентам. Казахстан, Великобритания и Австралия. В этих и других странах чай предпочитают пить именно с молоком. А вот американцы выяснили, что эти два компонента смешивать все-таки не стоит, потому как чай и молоко вместе образуют соединения, которые потом плохо усваиваются в организме. И к тому же нейтрализуют полезные свойства друг друга. Не успеешь с утра пропустить чашечку чая с молоком, заработаешь плохое самочувствие на весь день. Подобная зависимость заставляет любителей этого напитка задуматься о его отрицательных свойствах. По подсчетам казахстанских экспертов, чай с молоком предпочитают 80% населения страны. И в отличие от своих зарубежных коллег, отечественные специалисты полностью отказываться от него не советуют. Прекрасное мочегонное средство. Вот это раз. Кальция усваивается два. Витамин хорошо усваивается. Жиробелковые комплексы образуются в биомембранах. Что такое жиробелковые комплексы в биомембранах? Это улучшает гомеостаз, внутрикретичный гомеостаз. Они сохраняют постоянность внутренней среды, внутрикретки. Вот что, чай с молоком. Впрочем, все эти полезные свойства в напитке сохраняются не всегда. Почему в мире исторически сложился определенный способ приготовления чая с молоком, объяснил профессор Ербалат Даленов. Оказывается, неспроста. Сперва надо кипяченое молоко наливать в стакан, потом заварку, потом кипяток. Вот это просто зависит. И японцы доказали. Если вы поменяете местами спирать чай, потом молоко, потом кипяток, уже меняется. Составь меняется моментально. Вот эта комбинация пищевых продуктов, она изменяется. А когда с первого молока, и идет равномерное образование белково-липидного комплекса. А вот отвары из разнообразных трав, ягодных и фруктовых добавок в народе пока популярностью не пользуются. Даже в специализированных магазинах казахстанцы предпочитают брать черный чай. Если брать процентом содержания, то можно разделить так, что черный чай все равно где-то около 60% потребляют. Именно у нас. Зеленого чая в зависимости от времени года тоже где-то от 30%. Все же, несмотря на определенную пользу чая с молоком, отечественные эксперты предупреждают, что злоупотреблять им не стоит. Иначе такое пристрастие может привести к нарушению обменных процессов в организме, вызвать головные боли или слабость. Лучше всего ограничиться тремя чашками в день. Мадина Алданова, Езбол Жамшитов, Наурыз Базаров, 24КЗ, Астана.